Добрый вечер! Вас приветствует портал Virtual Racing Community И у нас сегодня второй этап чемпионата Porsche Mobile One Super Cup 2015 года Проходит он на трассе Sebring и у нас уже началась квалификация В данный момент мы смотрим за лидером общего зачета Алексеем Алисовым Также для справки я пока вывел бегущей строкой первую десятку личного зачета Чтобы вы поняли кто у нас пока лидирует после первого этапа И как раз в нем лидирует Алексей Алисов И сейчас мы посмотрим как он будет проходить свой первый быстрый круг Небольшая заворушка оказалась в поле Впереди Алексея Но она пока не помешала ему Так вот, аккуратно Алексей обогнал Егора Сильверска Возможно Егор сам сможет притормозить и пропустить Но пока на данный момент Алексей проигрывает лидеру больше, чем секунду Итак, Алексей входит в последний поворот Наверное это самый знаменитый поворот этой трассы Он очень винный и затяжной И он очень широкий, что позволяет бороться Что в гонке мы непременно увидим Но больше двух секунд проиграл Алексей Алисовый партнер по команде Ильге Серебрякову Возможно второй круг будет у Алексея намного удачнее Опять желтые флаги впереди Это Эдуард Царев развернулся на первом секторе Итак, Алексей подъезжает к концу первого сектора И сейчас мы посмотрим насколько удачно он его проехал 355 пичных пока проигрывает к лучшему результату, который по-прежнему видит Серебрякова И как раз Илья Серебряков физически на трассе находится перед Алексеем Немножко шутается Алексей на поребрике Поэтому наверняка потерял десятую, может и полдесятую Илья Серебрякова как раз впереди ошибся Поэтому он ответить на быстрый круг Алисова не сможет в данный момент Хотя отвечать скорее всего не придется, потому что Алексей после двух секторов проигрывает восемь десятых И Алексей выходит на прямую старт-финиш И он выигрывает больше секунды со своего предыдущего круга, но проигрывает больше секунды Илье Серебрякову На текущем третьем месте у нас в квалификации находится Алексей Гравду из команды Озджет Как раз он сейчас скоро пересечет Прямую и он обгоняет Алексея Алисова, проигрывая Илье Серебрякову 494 соты Партнер Алексея Никита Фадеев пока на данный момент на пятом месте И он уже на третьем секторе, мы посмотрим Как он проигрывает этот круг, но после двух секторов Время не самое хорошее, больше секунды проигрыша Илье Серебрякову И ошибся Никита Фадеев в последнем повороте И жмет Escape Альберт Масленников, мы сейчас следим именно за ним Перед ним как раз авария Это развернул Евгения Загладько И посмотрим, что нам Альберт А он нам ничего не покажет, он вылетает, к сожалению Да, ему время первого сектора не засчитывают На девятом месте пока в квалификации у нас уже на десятом Юрий Богля Но проигрыш Илье Серебрякову уже, к сожалению, для самого Юрия Для всех любителей интриги очень большой Больше двух секунд Даже почти две с половиной Рос Гроссман пока неожиданно низко Потому что на практике он был одним из лидеров Но пока всего лишь на тринадцатом месте Но после первого сектора он проигрывает Илье Серебрякову всего четыре десятых Что наверняка дает ему шансы на попадание в первую пятерку По результатам этого круга Виталий Стоякин его пропускает в данный момент Близится окончание второго сектора И сейчас мы посмотрим Пятьдесят шесть сотых проигрывает Рос Гроссман То есть вполне он может уложиться в секунду от Ильи Серебрякова Что даст им попадание в первую тройку даже Не только пятерку И Рос Гроссман входит в последний поворот Все нормально Разгон до прямой старт-финиш Это будет третий результат Секунду он все-таки больше секунды проиграл Илье Серебрякову Но на данный момент это третье время И сейчас мы пока у нас есть еще немножко времени Посмотрим быстренько табличку обзорную Кто у нас на каком месте в квалификации А квалификация тем временем кстати уже и неожиданно быстро и закончилась Потому что у нас уже на часах ноль минут ноль секунд И все кто сейчас на быстром круге Для них это будет последний Быстрый круг например Илья Серебряков Который улучшает свое время Показывает что-то нереальное Выходит из минуты двух секунд Ой из двух минут двух секунд Алексей Граундин на втором месте На данный момент Алисов на третьем Гроссман на четвертом Максим Синюк на пятом Никита Фадеев на шестом Алексей Моисеев на седьмом Юрий Богли на восьмом Альберт Масленков на девятом месте И Влад Писаненко на десятом месте Есть у меня один вопрос Где же Максим Буневич Представитель команды Гандикапа Потому что вот в первой десятке Ну уже были Три пилота команды карт И ожидалось что и три пилота Гандикапа будут Но Максим Буневич один из лидеров Чемпионата на данный момент третье место Мы его пока не видим на квалификации Ну и смотрим кто еще может быть на быстром круге Граундин Алексей Нет он не улучшает Рос Гроссман на быстром круге Я тоже так понимаю Возможно он улучшит Да и он улучшает Это между прочим второе место Да конечно из двух 0-3 он не выбрался Но тем не менее Это и быстрее чем Граундин И быстрее чем Алисов Эдвард Царев у нас уже на пятое место Лидер команды Экстрим Рейсинг И в десятке у нас Виталий Стоякин Представитель команды Версии Так Из первой десятки у нас уже нет никого кто у нас на трассе И с первой двадцатки тоже походу уже все проехали Да Судя по всему все проехали Это значит что можно сказать что Илья Серебряков у нас является обладателем Пола в первой гонке И с ним с первого ряда будет стартовать Рос Гроссман На втором ряду Граундинялисов На третьем Царев Синюк На четвертом Фадеев Моисеев Я называю специально первые восемь фамилий Потому что формат первой гонки таков Короткая гонка Если не ошибаюсь на пятнадцать минут Да на пятнадцать минут И очки получает первые восемь человек Поэтому Важно будет именно наблюдать за первой восьмеркой Очков получают немного за эту гонку Но тем не менее очками никто разбрасываться не будет Тем более в начале чемпионата Когда еще не известно что будет в конце Поэтому Если не ошибаюсь победитель Ну Очковая система такая же как Формуле 1 С 2003 года И по там 2010 9 которая была То есть 10 очков за победу За второе место 8 очков И дальше 6, 5, 4, 3, 2, 1 Первая восьмерка во второй Гонки уже получат очки 20 человек И победитель получает 35 Кто то может быть из вас скажет что При таком раскладе Первая гонка никому не нужна Нет она нужна конечно Но Опять же возможно Некоторые Эту гонку будут Жертвовать А почему ее можно жертвовать Так Потому что По окончанию первой гонки Первая десятка Реверсируется То есть тот кто То есть тот кто был Десятым в первой гонке По итогам первой гонки Он будет Стартовать с Пол позишен во второй гонке Это касается Именно только первой десятки Тот кто Закончил одиннадцатым Будет стартовать одиннадцатым Ну я вам вкратце Описал Возможно Тактику Потому что Если Серебряков Финиширует в первой гонке Например Первым То ему придется Стартовать десятом Что усложнит ему задачу во второй гонке Которая будет 45 минут То есть в три раз длиннее Поэтому Возможно Лидерам стоит Потерять Несколько очков Но зато Иметь хороший старт Упаститься во второй гонке Это Опять же Тактическая составляющая Этого чемпионата Потому что Мы все таки привыкли Что во многих Кузовных чемпионатах Гонки одинаковые длины Но В этой У нас все Немножко по другому Восемь минут у нас пока осталось До начала Первой гонки У нас пилоты заходят Выходят с сервера Некоторые Наверное Сейчас Кусают локти Подбирают сет Кто то просто пишет в чате Опять же Как я уже говорил Первая десятка Сколько у них очков Вы можете видеть бегущей строкой Пока Ну квалификация была В вармап В принципе можно Спокойно ее оставить В гонке я ее уже сниму Там уже Будет не до подсчитывания очков Ну и давайте Последим Как пилоты Некоторые Разминаются Вот Александр Мали сейчас Выехал на трассу Но судя по всему Нажмет escape Данил Климентев Выезжает Попрактиковаться Погреть резину Возможно Подобрать какие то Новые настройки В сетап Но Но большинство пилотов Все таки в боксах Вот Один из В принципе Топовых пилотов Нашего чемпионата Алексей Моисеев Из команды Мираж Если я не ошибаюсь Да Из команды Мираж Тоже разминается Впереди Алексей Вы могли заметить Влада Писаненко У которого Очень яркая И узнаваемая Раскраска Команды Мерседес Мы его издали Можем легко Опознать Без любых Опознавательных знаков Вообщем Команды Карт Во-первых Все три Раскраски разные Во-вторых Они легко узнаваемые Вот у Влада Писаненко Раскраска В цветах Мерседеса У Максима Синюка У него такая Раскраска В цветах Можно сказать Украинского флага И у Роса Гроссмана Очень такая Тоже заметная Бордовая раскраска На всех Да как команда Чисто Украинская То на всех Есть К сожалению Не знаю как правильно Наверное герб Украина И Также Лицо одного из Трансформеров Я к сожалению Не очень Разбираюсь Но вот знаю что это Логотип Вот Франшизы Трансформера Сбоку Кто еще разминается У нас Мало разминается Народу Но возможно это правильно Чтобы не загружать сервер Дать Возможность Зафиксировать Текущие Позиции И Заодно не мешать организаторам Вот Вот Саша Мали Возвращается На трассу Надо правильно Немножко Размяться К сожалению Александр Приучил нас что В последнее время Он стартует Не очень высоко И в гонках Едет не очень успешно Надеюсь что он На этом этапе Выступит Выступит Намного Удачней Надеемся От Александра Попадание В десятку Давайте посмотрим Сколько у нас на данный момент Пилотов на сервере Заодно обновимся Да Долго обновляются У нас на данный момент 38 пилотов К счастью Ждать нам уже До первой гонки Осталось не очень много Всего Три с половиной минуты Ну и давайте Вернемся на трассу Подоблюдаем За каким-нибудь Пилотом А у нас поход Кроме Александра Мали Никого на трассе нету Поэтому Будем наблюдать За ним Ну и пока у нас Еще есть Время Понаблюдаем За раскраской Команды версии Вот у нас на капоте На желтом капоте Большое красивое Лого версии К сожалению Графику Мне пришлось Выставить На минимум Потому что Мод Неплохо так Прогружает Но вот Можно увидеть Что У каждого пилота версии На заднем бампере Есть фамилия Чья Чья это машина Что Что Помогает Пилотам Ориентироваться Несмотря на Никакие Худы И прочие Помощники Которые Помогают Ориентироваться По трассе Ну опять же Некоторые пилоты Кто едет С выключенными Маркерами Такие опознавательные Знаки Только помогают Например Вот мы сейчас можем посмотреть Что у Виталия Стайкина Тоже написана фамилия На заднем бампере В принципе Пока У нас есть еще Чуть-чуть времени Можно Поговорить о шансах Кто каким Приедет в первой гонке Но я думаю После того Как показал Замечательный результат Илья Серебряков Он является Главным фаворитом Но Его партнер По команде Гандикапа Алексей Алисов Который стартует третьим Должен Или не третьим Стартует Ну в общем Я уже к сожалению Забыл Ну в общем Алексей стартует впереди И должен Вот напрячь Илью Серебрякова Кто может им составить Конкуренцию Мы уже говорили Про команду карт Которая достаточно Плотно Проехала Квалификацию Возможно Дуар Царев из Экстрим Рейсинг Что-то сможет сделать Кстати Вот мы Вроде Пытались Как можно Больше Просмотреть пилотов Квалификации Но Впереди Не было Замечено Пилотов Команда Респауэр И Страмок Они У них Немножко похожие По окраске Автомобили Но вот Их Их пилотов Мы в топах Не увидели Хотя Все таки ожидаем Что и они Смогут побороться Особенно касается Команда Респауэр Все таки команда С большими Традициями Много сильных пилотов За нее выступало На портале На нашем версии Поэтому Ждем Смотрим Также посмотрим Сможет ли кто-нибудь Выстрелить из команды Forza Racing Team Например тот же Альберт Масленников Которого мы И смогли наблюдать Квалификации Также из Похожей Созвучной команды С Forza Forza Team В принципе Я не знаю Есть Не видел Романа Рябцева здесь Потому что На прошлом этапе Он Ну Был впереди Очень неплохо ехал Но сейчас я его К сожалению не вижу Возможно его Коллеги Сильверстов И Пчела Если он Опять же на сервере Может быть они Как то Помогут защитить Часть команды Опять же я прошу Заранее у вас У зрителей Извинения Потому что Немножко тяжело Во первых Очень много пилотов Которые подали заявку Более 50 Всех их выучить И Опять же Приходит не все Нужно понять Кто зашел Кто не зашел И когда заходит на сервер Практически 40 пилотов Это очень тяжело понять Поэтому Те кто хоть впереди У нас как то мелькают А те кто Сзади К сожалению За ними Приходится следить Поменьше Но Постараемся в гонке Отследить борьбу И Те кто впереди И те кто позади А у нас Время на вормапе уже Закончилось Смог я вас Кое как Развлечь До этого момента И скоро у нас Уже начнется гонка То Первая гонка Ради чего мы Собрались А Почему то Выкидывает Выкинул перед гонкой Я надеюсь Мы сможем вернуться Как то это очень неожиданно было Никогда такого не было И Сессия закрыта К сожалению Трансляция гонки срывается По техническим причинам Поэтому Поэтому Смысла наверное Пока продолжать Нет Мы прервемся Возможно Возможно Мы сможем Протранслировать Вторую гонку Поэтому Сейчас Вы можете от нас Отключиться Но я постараюсь Задать объявление И постараюсь Протранслировать Вторую гонку Поэтому Пока До свидания Продолжение следует